Добрый вечер, уважаемые соотечественники. Меня зовут Николай Статкевич, я кандидат президента Республики Беларусь. Я лидер Европейской коалиции, кандидат технических наук, специалист в области управления и подполковник запаса. Год назад более 700 делегатов Европейского Конгресса выдвинуло меня кандидатом президента Республики Беларусь. Я представляю на этих выборах социал-демократическое движение нашей страны, которое ориентировано на защиту интересов наемных работников, пенсионеров, малого бизнеса и молодежи. У нас есть очень хорошая программа. Программа, что делать, чтобы спасти и модернизировать экономику. Как сделать реформу в сельском хозяйстве, пенсионной системы, системы здравоохранения и образования. Есть другие очень хорошие программы у других кандидатов. Во многом эти программы повторяются. Например, есть очень хорошая программа, которую мне сегодня представили. Это общественное объединение перспектива, которая объединяет малый бизнес. И конечно, если бы были нормальные выборы, я бы сегодня с вами говорил об этом, говорил об этих программах. Но это последние полчаса эфира во время этой избирательной кампании, когда я могу обратиться к вам. В конце концов, если кто-то интересуется моим видением будущего нашей страны, то завтра газета «Советская Белоруссия» и «Минский курьер» напечатают это видение. А сегодня я хотел говорить о том, что происходит с нашей страной. Как можно говорить о выборах? Как можно вам что-то обещать? Проголосуйте за меня и дам пенсию, зарплату, рабочие места, когда выборов нету. Когда вместо них фарс. И сейчас надо говорить о том, как вернуть выборы. Я еще раз хочу повторить вам, как говорил в прошлый раз. Пожалуйста, не участвуйте в предварительном голосовании. Проголосуйте обязательно, но 19 декабря. Иначе они проголосуют за вас. Можно собрать 10 подписей соседей и стать наблюдателем на участковой комиссии. Требуйте, чтобы вам показывали билетени, а не спины членов комиссии. И, наконец, можно принимать участие в акциях, массовых акциях, альтернативных кандидатов. В прошлый раз я пригласил вас на одну из таких акций 24 ноября на Октябрьской площади Минска. Спасибо тем, кто пришел. Вместе мы обратились к власти. Мы потребовали, чтобы было отменено досрочное голосование. Чтобы каждый кандидат имел своего представителя в избирательной комиссии. И чтобы избирательные билетени показывали наблюдателям. Мы провели демонстрацию, мирную, спокойную демонстрацию в центре Минска в поддержку этих требований. Наверное, многие из вас видели информацию о ней по белорусскому телевидению. Слышали о том, что пришло 150 человек. Я хочу показать фото с этой демонстрации. Пожалуйста, посмотрите. Это 150 человек. Тысячи и тысячи людей. Как они это делают? Знаете, если бы сам не был, то мог бы и поверить, если бы не знал эти все финты. Ну, можно, во-первых, снимать до начала или после конца. Люди же с троем не приходят. Они приходят по одному, по несколько. Всегда можно найти сюжет. Обычно они еще используют что? Кого-то нанимают или сами, или актеров. И пьяные ходят, типа, с бутылками. А то еще что похуже. Видите, что получается? Белорусское телевидение. Просто используется властью, чтобы вас обманывать. Вы не знаете ситуации в стране. У вас даже не очки темные на глазах. Вот этим экраном вам заслоняют информацию о том, что происходит в стране. И, наконец, что с выборами. Теперь посмотрим, что происходит, когда власть, белорусская власть осталась без контроля. Беспредел полный. Иногда возникает вопрос, зачем им это? Зачем обман? Зачем так цепляться за власть? Ответ один. Деньги. Посмотрите на улицы наших городов. На улицы Минска. Самые дорогие машины там, это не машины бизнесменов, которые там правдами, неправдами заработали деньги. Это автомобили чиновников, их детей и родственников. Самые дорогие роскошные квартиры. Самые дорогие коттеджи. Откуда у них деньги? При зарплатах, ну скажем, немиллионных. Коррупция. Взятки. Ну, взятки не основное. У нас 70% в экономике в стране контролируется государством. В основном они разворовывают государственные дотации. Дотации, которые отдаются промышленности, сельскому хозяйству. Что значит украсть дотации? Они воруют большинство. Ведь на эти дотации деньги даем мы, из наших зарплат и пенсии они идут. Это значит украсть у каждого. Вот пример. Агрогородки. Я как-то попросил специалиста обсчитать стоимость этого домика и сравнить со сметной. Он обсчитал, причем для нормально построенного, а не так, как они делают. В 3-4 раза дороже оказалось. А потом человека заселяют в этот домик и говорят, оплати его стоимость, кредит возьми по смете. И еще, когда очередные деньги выделяются на эти агрогородки, в Минске риэлторы, это кто торгует недвижимостью, квартирами, отмечают резкий всплеск спроса на элитное дорогое жилье. Кстати, по поводу жилья. Почему оно такое дорогое? По блату выделяют участки для строительства домов, многоквартирных домов. Деньги собирают, иногда убегают. Конкуренции, честно, никакой. Если бы была эта конкуренция, было все прозрачно, может быть и цены были бы другие. Они обворовывают наш народ. Они бесконтрольны. Иногда их сажают. Но почему сажают? Потому что не поделился, наверх мало дал. Посидит пару лет, а то и меньше. Поделится и смотришь. Опять на высокой должности. Это идет обмен. Руководитель государства дает им воровать. Взамен поставьте проценты. Вот сейчас они поставят эти проценты. Какие захочут, еще выше, перевыполнят. В обмен на то, чтобы воровать. Иногда люди говорят, может быть у нас там президент хороший, а начальники плохие. Они с удовольствием наблюдают вот эти сцены, когда идет совещание в регионе. Сидят начальники, сидит самый главный начальник. И кроет их вовсю. Они сидят, глаза опустили, не смотрят. Люди думают, вот настоящий наш хозяин. Плохих бояр-то как он? Они же не знают, что дальше. А дальше телевидение уходит за дверь. Он говорит, фу, ну, мужики, извините. Ну, надо же было этих лохов порадовать. А теперь давайте о деле поговорим. Комарилья. Вы скажете, что в других странах то же самое. Да, человек грешен всюду. И всюду, если закон отвернется, если нету контроля, он норовит чего-то себе побольше. Но в других странах есть свободная пресса, есть газеты, телевидение, разные каналы, независимые, зависимые, конкурируют между собой. Журналисты заинтересованы найти компромат, чтобы продать свою газету, почище любого сыщика. И потом избиратели, когда они увидят, кто что где украл, они этих людей выгоняют через выборы. У нас выборов нету. И поэтому они делают, что хотят. У нас даже уже не только имитация выбора, у нас имитация жизни. Как в сельском хозяйстве сейчас работа идет? Вдоль асфальтовых дорог технологии соблюдаются. Полкилометра в сторону, даже 300 метров, трава не расти. Имитация сельскохозяйственной деятельности. Проедите по деревням. Красиво вдоль асфальтовых дорог. Желтые заборы стоят. Туристам нравится особенно. Какая чистота и порядок. Желтые, потому что за ними плохо видно. А что за ними? Развал и 18-е столетие. В нем еще люди живут. Ни пристойных условий, ни горячей воды, ни ванны, ни туалета, в конце концов. Отличие только одно. Телевизор есть, по которому регулярно вещают, как вы счастливо живете. Продолжение следует... Продолжение следует...